Микс Ньюс. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это программа Разворот, ну точнее сказать, особый выпуск этой программы. По четвергам он выходит как под заголовком «Подоплека». Мы говорим о подоплеке событий, которые происходят у нас в Латвии. И в студии Олег Пека, и ведущая программы «Подоплека» Людмила Прибыльская. Здравствуйте. Как в Латвии платить меньше налогов, пример подает премьер-министр Криши Анис Каринч. Про дробности вы узнаете сегодня в программе «Подоплека». Ну и будут у нас также по телефону гости. Будет очень много такой, я думаю, очень и очень интересной информации. Ну, в прошлой программе мы узнали о том, как дедушка-премьер-министра Каринча с тремя нарушениями латвийского законодательства получил в собственности кинотеатр «Пионерис». Это общественное здание не подпадало под закон о динационализации домовладений по трем причинам. Во-первых, оно было общественным, не было жилым. Во-вторых, оно было перестроено более чем на 65%. И в-третьих, оно не принадлежало дедушке Каринше лично, а принадлежало акционерному обществу, в котором дедушка был только одним из участников. Поэтому все имущество ему юридически не полагалось. Однако оно было возвращено, и, возможно, комиссия Совета народных депутатов Витзенского предместия руководствовалась при этом идеалистическими соображениями. Как нам в прошлой программе рассказала журналистка Снежана Бартуль, в конце 80-х годов Латвия обратилась к своему изгнаническому сообществу, по-латышски Тримда, с призывом возвращаться на родину, строить независимую Латвию, делать ее богатой, красивой, ухоженной страной. Вот на этот призыв, возможно, и откликнулся из чисто идейных соображений Кришинис Каринш, а также его родственники, мама Расма Нариня Кариня, и его папа, предприниматель Улдис Каринш. Дедушке Вильгельму в 1994 году, когда ему вернули кинотеатр, исполнилось 87 лет. И вполне логично, что вскоре после того, как акт деанциализации был оформлен, он поспешил подарить свое имущество дочери Расме. Вот о том, как навыки капиталистической жизни американские латыши использовали на родине, мы поговорим сегодня с депутатом Сейма Алдисом Гобземсом. И немножко об особенностях латвийского законодательства в плане легализации средств и декларирования доходов с экономистом Евгением Зайцем. Итак, что же происходило с кинотеатром «Пионерис» после того, как Рижская дума вернула права на него Бельгериму Нариншу? Значит, происходит сделка дарения, при этом пошлины не платятся. Был такой момент, окно в законодательстве, когда не нужно было даже те 0,5%, которые полагаются сейчас от кадастровой стоимости платить при дарении, уплачивать в казну. Кроме того, это был момент, когда еще не была определена цена земли. Поэтому даже в акте одиноциализации фигурировала только стоимость строения. Это было, кажется, 27 тысяч латов. А цена земли вообще не была определена. В прошлой программе тоже наш эксперт Виталий Васецкий упомянул о том, что процесс введения в действие кадастр земельного, оценки земельного имущества и недвижимости и так далее, происходил постепенно. И в этот момент такого законодательного вакуума можно было достаточно легко и просто передавать имущество родственникам. То есть ничего вроде бы противозаконного нет в этом? А в этом вообще ничего не было противозаконного и нет, наверное, и с позиции сегодняшнего момента. Но дальше просто надо понимать, что мы, люди, которые жили здесь все время и не имели, так сказать, навыков жизни в капиталистической стране, не всегда задумывались о том, что сделку можно провести так или иначе. Со специалистами по недвижимости, с которыми я говорила, мы обсуждали эту тему, и они уверяют, что, наверное, у него был хороший адвокат, может быть, даже сам Грутупс, Андрис Грутупс, великий, который, собственно, и сочинил этот закон о денационализации. Надо сказать, что этот закон не имеет прецедентов ни в Литве, ни в Эстонии. То есть в том объеме, в котором имущество было возвращено бывшим владельцам, ни в одной из постсоветских стран оно возвращено не было. И это заслуга замечательного адвоката Грутупса. Значит, что происходит далее? Мама Расма в какой-то момент решает тоже избавиться от этого имущества. Ей уже к тому времени, наверное, тоже было порядком лет. Если папе было 87, то ей, наверное, минус 25 лет было по 60. И она решает продать свое имущество кинотеатр «Пионерис» сыну Кришинису. Причем делает она это не одним куском, а по частям. Почему сделка была проведена таким образом? Очень просто. И тогда, и сейчас при продаже имущества недвижимого в Риге существует право первой руки Рижской думы на приобретение этого имущества. Как правило, Рижская дума выдает формальную бумагу, что она не претендует. Но вот в те 90-е годы, когда при таких сделках старались показать как можно меньшую стоимость, чтобы уплачивать меньше госпошлину и налоги за сделку, оптимизация такая сцены была чревата, потому что Рижская дума могла и воспользоваться правом первой руки. В особенности, если это общественное здание, и в особенности, если это кинотеатр, который еще к тому времени действовал как кинотеатр, а не как ночной клуб. Как «Оскар», да, я помню. Да, да. И очереди были на «Титаник», запечатлены на фотографиях того времени. То есть Рижская дума могла выкупить. Поэтому сделка была произведена по частям. То есть она продала сначала часть, ну там две трети или одну треть, а затем продала остальное. А почему все-таки нужно было покупать? То есть это вот странно у своей родной мамы покупать недвижимость, когда она могла просто подарить, как это сделал дедушка. Я думаю, что опыт жизни в капиталистических странах подсказывал к решению Сукареньшу и его родственникам, что тот акт о динационализации, который был выдан дедушке, по причинам, которые я уже указала выше, то есть что он был проведен с тремя нарушениями закона, может быть оспорен. И тогда вступает в силу статус благонамеренного приобретателя. То есть если это было бы дарение, то последующие сделки можно оспорить. А если ты купил, то оспорить можно, но тогда этому благонамеренному приобретателю нужно выплатить компенсацию в размере той суммы, которая указана в документах о покупке. Были ли реально проведены эти суммы, мы не знаем, потому что это сделка между родственниками. Но 14 октября 1998 года Кришинис Артур Кареньш откуда-то взял 187 679 латов, по курсу это почти 330 тысяч долларов, чтобы купить у мамы 2 трети имущества. А через 3 месяца, 26 января 1999 года, он добыл где-то еще 100 тысяч, чтобы выкупить оставшиеся. Вот я в свое время также, по-моему, мне мама давала, условно говоря, рубль, и я у бабушки, играя, покупал какие-нибудь яблоки, выплачивая ей 10 копеек. То есть вот как-то эти деньги все время оборачивались в нашем семейном бюджете. Рубль оставался в итоге у того, кому был выдан, все в семье. Ну вот, значит, таким образом Кришинис Кареньш становился благонамеренным приобретателем. Рижская дума попадала на сумму в те времена 330 тысяч долларов до 100 тысяч латов, это еще 170 примерно, то есть полмиллиона долларов. Но вряд ли бы самоуправление решилось выплачивать такие деньги за оспаривание акта денационализации. Поэтому в этот момент была поставлена точка в правах владения этим имуществом. Но вопрос, который здесь возникает, откуда у Кришиниса Кареньша взялись деньги в этот момент? 287 679 латов. Ну, я говорю, примерно полмиллиона долларов. Значит, его регулярные доходы никак не позволяли рассчитывать на такие накопления. Кредита он как бы тоже не брал. И в декларациях должностного лица, которые он заполнял, став депутатом Сейма уже в начале 2000-х годов, он нигде не отражал кредитные обязательства на такие суммы. То есть, наверняка, взяв кредит на полмиллиона долларов, он не смог бы с ним рассчитаться при своих небольших регулярных доходах за 5-10 лет. Значит, очевидно, в этот момент мог возникнуть вопрос у налоговых органов, откуда деньги. И этот вопрос не возникал, пока не сложилось все-таки в Латвии понимание, что вслед за остальными странами постсоветскими нужно произвести нулевое декларирование доходов. То есть, установить точку, в которой человек показывает, что у него есть такое-то имущество, такие-то деньги и так далее, и так далее. И с этого момента любая налоговая проверка должна установить, что его доходы соответствуют его расходам. Вот о том, что, почему этот вопрос, может быть, нулевой декларации очень затянулся, и почему он не коснулся самого Каринша, мы зададим Евгении Зайцевой, а пока небольшая информация к размышлению. Нулевая декларация, оценка имущественного состояния всех жителей страны с целью достоверного контролирования их доходов и расходов, а также предотвращения неуплаты налогов, в Латвии была введена с 1 января 2012 года. В первоначальном варианте закона предусматривается именно нулевой вариант, чтобы просто все записывали свое имущественное положение на требуемый момент времени, и далее отчет велся бы от этой точки. Но затем, по инициативе Министерства финансов, в декларацию был введен третий раздел, который назвали «Налоговая амнистия». Она предусматривала, что человек реально тратит больше, чем зарабатывает, и это будет расценено как свидетельство доходов, не задекларированных ранее. С них надо будет уплачивать подоходный налог 15% и дальше жить спокойно. Ну вот, я не знаю, есть ли у нас связь с Евгенией Зайцевой. Евгения, добрый день. Добрый день. Вы написали целую книгу о нулевых декларациях. Скажите, как реально эта процедура в Латвии сработала, и насколько налоговые органы придирались к людям относительно декларирования их доходов до 2012 года? Ну, здесь немножко неправильная постановка задачи. Нулевая декларация имеет смысл, когда государство фиксирует состояние, в данном случае решила о имущественно-финансовом состоянии жителей страны. То есть нужно было зафиксировать объем получения ими, какое имущество у них было. Нужно было зафиксировать наличие недвижимости, которая не находилась в Латвии. То есть в данном случае недвижимость, которая была в Латвии, транспортные средства и другие средства, которые имели в Латвии в регистрах, их отражать в этой декларации не нужно, потому что информация об этом у налоговой инспекции была. Нужно было отразить имущество, которое люди приобрелись за пределами Латвии, недвижимость в первую очередь, также какие-то транспортные средства, включая морские, речные и так далее, которые имелись за пределами Латвии. То есть доказывать, каким образом было приобретено то имущество, которое на 2012 год было в собственности лица, не нужно было? Нет, в этой декларации таких задач не было. Это просто было фиксирование. То есть люди сообщили государству в лице налоговой инспекции о том, о чем эта структура еще не знала. То есть дальше была задача и цель сообщить о кредитах, выданных и полученных кредитах, которые это лицо имело, и о накоплениях денег, наличных и безналичных. И была просьба, если сумма наличных накоплений на 1 января 2011 года была больше 10 тысяч латов, то было такое требование, которое не все выполнили и за которое не наказывали, это внести эти деньги на банковский счет. Плюс дальше было другое имущество, которое у человека было в Латвии, которое имело ценность и которое обеспечивает дальнейшее благосостояние человека. То есть это были какие-то коллекции, у кого-то наследство, допустим, коллекции картин, коллекции каких-то монет, золота, еще что-то, вот такие вещи. Это все отражало имущественное состояние. То есть государство захотело один раз зафиксировать, что люди имеют. То есть, по сути, к имуществу, которое было приобретено до этого момента, никаких претензий государства не было, и вопросов по поводу того, откуда взялись деньги на его приобретение, тоже не было. Продавал тюльпаны, наследство от бабушки и так далее, все это нормально прокатывало. Нет, 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 здесь просто идет недопонимание. С 1994 года, а декларация, нулевая декларация была на 1 января 2011 года, то есть с 1 января 1994 года налоговая инспекция имеет 100% информацию о всех доходах физических лиц Латвии. То есть, если бы были вопросы, условно, к тому же Кариншу по поводу того, откуда он взял деньги на кинотеатр, их надо было задать ранее? Нет, то есть 2011 год, нулевая декларация, это было фиксирование состояния. Дальше в эту декларацию была добавлена фискальная составляющая, то, что вот ваш коллега назвал налоговой амнистией, когда люди имели право, если они за предыдущие годы, ну, до 2011 года, как бы вот пока был этот так называемый кредитный бум и так далее, жирные годы, очень многие люди спекулировали, покупая и перепродавая недвижимость. На этом зарабатывали деньги, но это доходы не облагались налогами, пока они изменили законодательство постепенно, и эти люди эти доходы не зафиксировали. И у них была возможность в этой вот этой нулевой декларации отравить те доходы, которые люди получили в предыдущие годы, с которых не нужно было платить налоги, но нужно было сообщать государству. Спасибо большое, Евгения, за ваш комментарий. Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, а дальше вернемся к расследованию. Просто вы немножко неправильно воспринимаете нулевую декларацию. Нулевая декларация – это просто фиксирование состояния. И вы сегодня недооцениваете ту работу и ту базу данных, которой обладает регистр налоговой инспекции, и как с ней она работает и может работать. Ну, мы об этом можем как-то поговорить специально и в другой программе. Сегодня у нас немножко другая тема. Я понимаю, Люся, это просто не имеет никакого отношения к вопросу, который вы обсуждаете. То есть нулевая декларация, она не имеет к этому никакого отношения. Спасибо большое, Евгения. Продолжается программа «Разворот», точнее ее в такой особенный выпуск «Подоплека». Людмила Прибыльская, Олег Пеков, студии. Нам помогает Евгений Копеин. И мы продолжаем рассказ о том, как появилась… Разбогател Кришни Скаринч. Итак, мы установили до перерыва, что Кришни Скаринч не вызывал вопросов налоговой службы Латвии в связи с его приобретением кинотеатра «Пионерис». Кстати, вот был ли уплачен подоходный налог вот его мамой, поскольку ведь это же был акт купли-продажи? Ну, это был момент, когда продажа личного имущества, а недвижимость, даже такая большая, считалась личным имуществом, не облагалась налогами, поэтому мама ничего не заплатила и вполне на законных основаниях. Так вот, значит, по закону о нулевой декларации Кришни Скаринч, собственно говоря, спокойно мог предъявить это свое имущество, да ему и не надо было этого делать, потому что как должностное лицо с 2002 года он эти декларации заполнял. И мы можем видеть, каковы были его доходы и расходы в этот момент времени. Когда мы говорим об американских латышах, у многих наших соотечественников есть мнение, что это были люди богатые, они приехали сюда, так сказать, с набитыми сумками денег, ну, в особенности в тех условиях, когда доллар стоил очень дорого, а мы были бедны, они могли себе позволить все, что угодно. Ну, на самом деле, Каринши приехали сюда, и папа Улдис, и сын Кришенис, чтобы заниматься бизнесом. Однако, если изучить финансовые документы их компаний, которые тоже существуют в открытых регистрах, то мы убедимся, что бизнес этот все время балансирован на грани безубыточности. И об этом у нас есть тоже информация. Почти все бизнесы семьи Каринши, где они занимались реальным делом, балансировали на грани безубыточности. Компания Кришениса Каринша, ПК, торговая марка «Лачу Ледус», производитель и дистрибьютор льда и замороженных продуктов, была зарегистрирована 19 октября 1994 года, и в лучший год, в 2007-м, ее оборот достиг 3 миллионов 150 тысяч латов. Однако, из 15 отраженных в публичных регистрах лет работы, 8 были убыточными. А всего с 1999 года до 2013 года фирма заработала, грубо, 43,5 тысяч латов. У компании Улдиса Каринша формула, торговля автокрасками, дела были еще хуже. Из 22 лет работы, 12 она работала с убытками, накопив в сухом остатке минус 876 тысяч евро, при максимальном обороте около 5 миллионов. Ну, для любого обывателя непонятно, как можно поддерживать фирму на плаву, имея такие убытки. Если у вас есть дома хозяйство, и вы получаете из года в год меньше, чем тратите, то это хозяйство пойдет с молотка. Но почему-то этого не происходило с Кариншами. Тут, наверное, можно вспомнить о том, что они, свои предприятия, в частности Улдис Каринш, открывали здесь на волне закона об иностранных инвестициях в Латвийской Республике, который предполагал освобождение от налогов на первые годы работы предприятия, если в нем есть иностранный капитал. Поэтому тема офшоров, с которой сейчас Кришинис Каринш борется активно и боролся в Европарламенте за чистые деньги, за предотвращение всяческих офшорных операций, эту тему, на самом деле, они-то и привезли из-за океана сюда, в Латвию. И, в частности, предприятие Улдиса Каринша зарегистрировано в Канаде и называется Riga Overseas Investment Incorporated. Поэтому, как учредитель этой компании, Улдис Каринш мог не декларировать здесь больших доходов, а получать деньги на материнскую компанию, которая как бы сужала свою дочерню имуществом или товарами в долг. На самом деле, это тоже механизм манипуляции уплаты налогов, который во всем мире существует и в котором, наверное, нельзя обвинить ни одного Каринша, ни другого. Здесь может речь идти только об этике. Собственно говоря, во всей этой истории больше всего, наверное, этических вопросов, и именно об этом говорил депутат Сейма Алдес Гобземс, когда он подал свой запрос самому премьер-министру в марте этого года. Хотя сейчас в Сейме идет пленарное заседание, Алдес согласился ответить на наши вопросы, поэтому попросим звукорежиссера связаться с ним по телефону, а пока послушаем еще одну информацию. На момент вступления в депутатскую должность Каринш был зажиточным, но небогатым. Деньги он держал на счетах в американских банках 65 тысяч долларов и еще 30 тысяч в накоплениях в пенсионных фондах, тоже американских. Ему также принадлежал 10-летний Volkswagen Golf, дом на паях Вайнажи, а также квартира и тот самый кинотеатр Pioneers, купленный у мамы. Источником благосостояния депутата было не производство льда фирмы ПК, а микрокомпания консультации Каринша, ныне Линака, по адресу улица Клостера 9-11. Этот дом также указан как место частной практики семейного врача, супруги и бизнес-партнера политика Андры Карини. У нас на прямой телефонной связи депутат Сейма Алдес Гобзамс и мы хотим спросить его, в принципе, богатый и зажиточный политик, это же хорошо его, труднее купить. Почему же все-таки вот эта сделка и вся история с кинотеатром Pioneers вызывает столько вопросов? Основной вопрос, добрый день, во-первых. Добрый день, Алдес. Во-вторых, то, что надо сказать. Если мы помним историю, тогда господин Каринш, как депутат эрлопарламента, говорил, это был его флаг, он говорил, что он будет бороться против легализации денег, против отмывания и так далее. Если мы смотрим, и еще он сказал такую маленькую, но важную вещь, что вообще опасно там работать с гражданинами, с Россией и Газпром вообще очень плохо, да? Он как депутат эрлопарламента это говорил. Если мы смотрим сделку с кино Pioneers, и она с Coloss 2, тогда мы что можем увидеть? Очень простую схему, где есть айсдум, так это в русский будет, что там есть вопрос про легализацию отмываний больших денег, во-первых. Во-вторых, эта сделка состоялась через офшоров с гражданинами России, которые работают в Газпроме. Ну, есть какая-то противоречие между тем, что депутат эрлопарламента Каринч говорил трибуной, и что делает его семья. Ну, может быть, он ни при чем, и он ничего не знал? Ну, знаете, я как адвокат много лет работал, и могу сказать только то, что там, где сделки про миллионов, там все все очень хорошо знают. Это вы как адвокат можете подтвердить, да? Ну, нету такой, вообще нету такой ситуации, что люди не знают, с кем они заключают сделку за миллион, за два, за три миллиона. Ну, такая ситуация вообще невозможна. Во-вторых, сам господин Каринч публично сказал, и это, я думаю, была его самая большая юридическая ошибка. Он сказал, что мы эту сделку готовили несколько месяцев. Ну, если так смотреть, сделка с недвижимости, она несложная. Ну, продай недвижимости все. А там они вложили основной капитал, чтобы не надо было платить, чтобы не надо было платить госпошлиную земельную книгу большую, да? Там все эти офшоры, там эти все странные на бумаге. Посредники. И так далее, да? Ну, очень странная система, чтобы просто продать дом, да? Чтобы продать под дом, надо просто заключить договор купли-продажи и продать дом, да? А не надо сделать всякие схемы, да? И полиция на данный момент и рассматривает этот вопрос. Как вообще, какие это деньги? Еще один очень важный вопрос. Говорить из трибуны про отмывание денег, деньги – это одно. Но когда твоя семья получает миллионы, тогда у тебя, ну, как-то не получается попросить, откуда деньги, да? Потому что этот юридический покупатель, персона, у которой декларации показываются, что у него вообще денег нет, да? Ну, попросить у этого человека, а где ты так без... Ну, как ты получил вообще миллионы, чтобы... Заплатить мне? Да, да. Ну, у депутата Каренча это не получилось, попросить такой вопрос, да. А как прореагировала пресса вообще вот на ваш пост тогда в Фейсбуке, на ваш запрос? Ну, как бы постарались это как-то замять или все-таки по существу кто-то к вам обращался, вопрос задавал? Ну, я хочу сказать, что больше всего про это говорить русскоговорящие, да? Потому что у нас в Латвии, наверное, не принято, если у нас есть премьеры из единства тогда, но про него лучше надо... не надо ничего говорить, да? Ну, я думаю, что это неправильно, что этот вопрос очень серьезный, и мне как юристам там полностью все ясно, как это произошло, что там есть, да? потому что там есть офшоры на Кипре, офшоры на Бритвирджин, на Панаме, да? И все везде находятся те же самые люди, да? И там, ну, такая классическая схема, которая, ну, где, ну, в принципе, можно говорить. Здесь есть очень серьезный вопрос про отмывание больших денег. А почему все-таки, зная то, что эта сделка не вполне чистая, Каренщин на нее решился? И, ну, потому что получить большие деньги за, в принципе, дом, который нельзя продать, там еще есть один момент, если мы смотрим тот год, да? И это все случилось после того, когда были все действия в Криме, когда уже санкции были введены и так далее, да? Но там очень интересная вещь такая, я считаю, что в тот момент этот дом очень долго стоял в Набринге, и никто за миллион не хотел купить. А здесь сразу есть люди, которые хочут заплатить, там, не знаю, два или сколько миллионов, да? Не торгуясь. Который пустой стоит до сих пор. И если мы смотрим на интересы Латвии, тогда надо посмотреть, что находится напереди той же самой улицы, да? Десять метров от этого здания. Десять метров от этого здания находится Айсердзибс-Министерий, да? Министерство обороны, да? И если мы читаем закон, тогда вообще это место стратегическое, место, где фактически надо проверить все действия, потому что 25 метров от объектов, которые НАТО, объекты, вообще такие сделки невозможны, да? Похоже, что нам придется еще вернуться к этой теме через какое-то время. Спасибо огромное, Алдес, за то, что вы дали ваш комментарий. Спасибо вам за то, что вы вообще взялись за эту тему. Я очень извиняюсь, что не мог прийти сегодня на студию, потому что сегодня заседание в Кейме, и в принципе это основание, почему я не пришел в студию. Спасибо большое, Алдес, за ваше участие. Будем ждать следующих событий и информации о том, как развивается это расследование. Сейчас мы хотели бы анонсировать программу следующего выпуска, который выйдет в эфир в следующий четверг с 12 до 13 часов. Это новый бюджет Евросоюза, который обещает уменьшение прямых субсидий, и вот выживет ли Латвия без европейских денег. И как она будет выживать? Сможем ли мы конкурировать с другими странами за более интересные идеи, за более интересные проекты и, соответственно, за финансы? Слушайте программу Подоплека в следующий четверг с 12 до 13 часов. Людмила Прибыльская сегодня была в студии. Спасибо. И Олег Пека. До свидания.